И люди задают вопрос, почему ты сейчас процветаешь? Я раскрыл секрет. Раскрыл секрет небесного обеспечения. Корень секс зол с ребролюбия, помните? Так подождите, зло? Деньги или любовь к деньгам? Деньги? Это не зло! Зло? Это когда нет денег? Бог сделает намного больше, чем вы просите или о чем помышляете, то есть мечтаете. Вот что такое, что Бог прилагает, hallelujah! Вы знаете, нас Бог посетил. Мы были на Мальдивах с Викторией. Были три месяца. Почему на Мальдивах? Потому что на Бали я сразу погружался в служение. И команда просто меня не пустила. Они так сказали, стали... Нет. Только Мальдивы. Только Мальдивы. Там мы тебя отрезаем полностью, от телефонов, от всего. Все, что ты будешь получать, это фотографии больных людей. Все, что ты получаешь, это фотографии больных людей. И вы знаете, я молился ночами, днями за эти фотографии. Но там, через полтора месяца, нас Бог погрузил в другое измерение. Но после 45 дней, Дио ci а портали в другую измерение. И открыл нам Исаии 61 главу. Которая всегда была моим, можно сказать, первый стих был моим стихом, фундаментом. Но первая строчка была скрыта. Смотрите, что здесь написано. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовестного отнищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Проповедовать лето Господнее благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. И вся глава идет только про это. За помазание. Седьмой стих. За постромление. И вы знаете, мы с Викторией пережили такое постромление, такую клевету, такой грабеж. О, вы даже не представляете. За постромление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле. Потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо он облег меня в ризы спасения. Постарно фрешитации, потому что они придут власть. И зажайте они реально является outer 완성多е. Так как на жене возложил вино. Как не так впред, medi в плане. Каке можноapping к сделке нам о sameHO? И теперь, друзья, первая строчка. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Помазал меня, и это, представьте, сколько лет прошло, этот стих начал так открываться, и вдруг Бог как будто открыл врата. И мы думали, что только бизнесмены должны быть богатыми, да? Я сам, друзья, переживал много всего, о чем я вам расскажу. Как я унижался перед людьми, чтобы они дали мне деньги, чтобы заняли деньги перед американцами, канадцами. Умолял их дать пятьдесят долларов. Я их унижался в ногах, и у них дали мне деньги. Мы с Викторией, у нас трое детей, пятый год миссионерами живем в селе. Я и Виктория, у нас троих детей, у нас есть трудно идти в селе. Поменяли пять мест жительства, не знаем где наши вещи. А, мы не знаем где мы живем. Пятьдесят долларов нас спасут, жизнь наша. И... Паста раздает всем деньги там. Даже тем людям, которых он не видит, не знает, и передает им просто. И только нам двоим не дает. Но только нам двоим не дает. Я вам скажу, я знаю, что такое унижение. И я помню, мы едем назад, и я говорю, так больно внутри нам, Виточка, Виточка, иди садоро. Виттора, как мы стимулировали по этой умилеции. Спасли бы нам жизнь сейчас. Почему так? И я говорю, я понял почему. И я говорю, я понял почему. Виктория. Больше никто, ни один иностранец, никогда. Ни американец, ни канадец, не заплатит за нас, ни в кафе, ни в ресторане, ни за что-либо, в этой жизни, ни разу, я буду давать им деньги. Я буду давать им миллионы. И знаешь, это звучало как безумие, друзья. Но Бог мне, что это не безумие. Вы знаете, сколько миллионов я пожертвовал американцам, канадцам, доктору Юнгичу, пастору Крейгу, Ральфу Нейбору, ежемесячные пожертвования, я не считаю, это миллионы, миллионы, миллионы долларов. Я полностью, Господь, покупал машины, те, которые одна на всю Канаду. Я находил, для меня. Уна в туалене, и они находили для меня. Таких больше не было, одна только. И я говорил, я куплю. И люди задают вопрос, почему ты сейчас процветаешь? Я раскрыл секрет. Раскрыл секрет небесного обеспечения. И вы знаете, я говорю вам, нельзя стесняться процветания. Не только бизнесмены должны процветать. Услышьте меня сегодня все, кто в эфире, по всему миру. Вы скажете, да ты живешь просто в такой стране. Какой стране? Я жил в Украине, которая все время стояла на коленях, перед иностранцами. Чтобы им помогли. Все постера стояли на коленях, чтобы им дали поддержку. Все постера стояли на коленях, чтобы им дали поддержку. Со всего колледжа, нам двоим с Викторией, не дали поддержку. Всем дали, нам не дали. Но это делал Бог? За всем стоит Бог. Запомните, даже за тем, что кажется плохим. Чтобы оклепить, оторвать тебя. И теперь послушайте. Все должны процветать. Вы слышите или нет? Дайте мне Библию. Вторую Коринфянам. Открой. Давай я помогу тебе. Это первая Коринфянам. Вторая Коринфянам. Девятая глава. Вот она. Смотрите, что говорит апостол Павел. Говорите, что говорит Павел. Бог же, 8 стих 9 главы 2 Коринфянам. силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. Всякое довольство. Меня здесь все слышат или нет? Дорогая, у тебя уже есть сережки? Нет, всякое довольство. все что вы хотите. У меня всего 11 сережек. Всего 11 пар, я хочу 13. Я не хочу 13 пара, а не 11. У меня есть одна машина, но я хочу 5. И не хочу 5. Послушайте, всякое довольство. Бог хочет, чтобы ты имел всякое довольство. Если ты принимаешь, закричи сейчас. Аллилуйя! Закричи у себя в эфире. Аллилуйя! Я принимаю это слово. Люди всю жизнь вырывали слова из Библии, из контекста, из послания Тимофея. Я вас буду учить этому. Там говорится, корень секс зол, сребролюбие. Помните? Так подождите, зло, деньги или любовь к деньгам? Деньги? Это не зло! Зло, это когда нет денег. Дай Богу славу! Почему я должен выходить сюда в каком-то скромном костюме, показать вам нуждающийся пластом? И я завершу от твоего пожертвования? Дорогой бизнесмен, дорогой политик, послушайте, вы мне ничего не дадите. Я собираю вас всех, братья и сестры. Все в эфире, послушайте по всему миру. Это тысячи, тысячи, тысячи людей. Послушайте! Я собираю вас, чтобы вам дать! У меня все есть! У меня уже здесь около 10 машин. Я приехал на Раудс-Ройс. У меня все это самое лучшее Феррари, которое только вышло и ни у кого еще нет ее. Которое, если вы захотите купить, вы запишетесь в этот клуб, пройдет 10 лет, вас поставят на очередь и через 5 лет скажут, когда она у вас будет. Она у меня во дворе стоит. Мы с Виточкой откатаемся молиться на ней. Дай Богу хорошие аплодисменты. А то у меня такое ощущение, что ты завидуешь. Если ты радуешься, что сегодня обычный верующий просветать, я обычный верующий! Я из Вищеты! Мы жили с Виточкой в доме миссионерами с тремя детьми. В нашем доме не было батареи. Не было ни панировки. Не было стекол. Не было ни панировки. Была клейонка просто. Не было пола, было просто бетон. Не было ни панировки, только кальчеструс. Зима, минус 27. Мы надевали куртки, шарфы, шапки, заматывали детей. И у нас была такая печка. Знаете, кругленькая такая? Спиралка. На которой не закипало молоко, даже если оно к нам попадало. Это все, что было. А в полвосьмого утра уже молитва. И целый день, ты восемь часов, ты молишься, сражаешься. Дорогие, мы знаем, что такое нищета. Однажды у нас появились деньги на 3 литровую банку молока. Мы были такие счастливые, потому что нечем было кормить детей, молока не было. Мы сами, я весил 62 килограмма. Я весил 62 килограмма. Сейчас я похудил 118. Но тогда весил 62. Вы меня, наверное, не узнали, да? Не узнали, поверьте мне. Нет, не у меня рецепт, кредитами. Так вот, послушайте, и вот мы с Витачкой идем. И мы, invece, с Витачкой идем на базар. Представьте, какое это счастье. Это не сравнить с Rolls Royce. Это не сравнить с Мерседесами, с теми машинами, что у меня на Бали, мотоциклами, всем на свете, я всего даже не знаю сколько. Я ни у кого ничего не пришел, но приходит просто, от Бога. Я научу вас этого. Я научу вас этого. Самое легкое, это материальное, запомните. Бог хочет, чтобы я научил вас. Знаете чему? Скажу. Вы lo dico. Омоложение. И вы ринжованите. Омоложение, сверхъестественным заживлением твоих недостей. Да. Да. Чуть больше года назад я попал в аварию на мотоцикле, на спортивном. На Бали. Ночью ехал к нашим, на их отель. И не вписался в поворот. И я летел так долго в воздухе, что когда я приземлился, я еще столько сонулся, около 30 человек меня искали до часа. И они не нашли меня. Еще там была дальше река, и вот такой обрыв в реку. И я вот так застыл на вот этом углу обрыва, а он с землей. И я думаю, если сейчас он качнется, я покачусь. Тело я уже не чувствовал, я даже не знал. И я покатился. И я упал. И там было не глубоко, это Бог чудо сделал. Я падал, но я начал набирать воду. И я усилив, так повернул голову. И лежу, ледяная вода, это все от Бога было. И я пробовал пальцы. И я пробовал пальцы. Работают или не работают? Шея сломана или нет? Работают. И я пробовал пальцы на ногах. И я слышу, люди разошлись. И я понимаю, что если я не вылезу, я останусь там умером. И я стекаю кровью просто. Вы бы видели, я не хочу показать. Вы бы видели, я не хочу показать. И я не привыкну, что у меня болезнь, я не смешно. У нас, спросите, они смотрели не могли. Они захотели в руки. И убегали. И с нами собираются, я не могу. «Пастур, ты мне не болезнен?» Я говорю, болезнен, когда тебя предают. Тело в том, когда ты тратят. Безнен, когда душа болезнен. Безнен, когда ты человек. Всю жизнь помогал, верил, доверял ему, он предал тебя, вот тогда больно, а это не больно, по сравнению сеть, и они тогда понимали меня, что я переживал, но знаете что? Мои ноги! Как говорил Давид, олени, поняли? Я могу бегать, прыгать, все позаживало, сами доктора вообще говорят, слушай, да это же вообще, ну как такое может быть? Чудеса! Здоровые ноги вообще! Я на мотоцикле ехал, на траве его поставил, а он посунулся немножко и упал, ну там весит всего 300 килограмм. Это как? Не подниму, думаю. Потом думаю, я не подниму. И поднял. Два дня назад. Два дня назад. Два дня назад. Бог благословил меня. Я хочу вам сказать, вы все должны процветать. Если я с Викторией, с тремя детьми, и Бог нам не давал нигде сесть. Он дал не апостольские служения. Он взял нас, повел в Пересчепино. Пересчепино и поднял церковь за год. В этом селе. 85 человек. И Бог мне сказал, отдай эту церковь вот тому пастеру. Полностью все. А сам открой за Пересчепино в самом плохом месте. Я открыл. Но в конце Бог привел меня в центр Пересчепино, дал мне там и дом молитвы, дал мне там. Я, короче, выкупил там полностью урон. Наши с Пересчепино даже не знают, что все, что там, это все я купил, оно наше. И столько земли, что в конце концов, я пошел в мэрию ругаться с мэром. Потому что сначала не было земли, меня обманула женщина которая продавала. И мэрия наделила мне землю. И у нас не было сил ее просто косить. Было очень много. Ну, мы договорились, все хорошо. А эта женщина, она была как мэр. Мэры менялись, она оставалась. И тут приходит к нам одна сестра и говорит, бастер, ты знаешь, что Бодино стояла рядом со мной продавала рукавички и носочки. Мэр. 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 Пересчепино, я поднял церковь за год. В этом селе. 85 человек. И Бог мне сказал, отдай эту церковь вот тому пастору. Полностью все. А сам открой за Пересчепино в самом плохом месте. Я открыл. Но в конце Бог привел меня в центр Пересчепино, дал мне там и дом молитвы, дал мне там, я короче выкупил там полностью уравнение. Наши с Пересчепино даже не знают, что все что там, это все я купил, но наши. И столько земли, что в конце концов, я пошел, в мэрию ругаться с мэром. Потому что сначала не было земли, меня обманула женщина, которая продавала. И мэрия наделила мне землю. И у нас не было сил ее просто косить. Было очень много. Ну, мы договорились, все хорошо, а эта женщина, она была как мэр. Мэры менялись, она оставалась. И тут приходит к нам одна сестра и говорит, «Пастор, ты знаешь, что Бодино стояла рядом со мной, продавала рукавички и носочки». Да была там такая вот эта... И я говорю, да ладно, она говорит, да, какие-то бандиты приехали, у нее все забрали. Ли они поратыли все. Ничего не оставили. Она сейчас стоит торгует варежками. Я говорю, у меня забирать, все равно время пройдет, и все, что ты сишь, как говорится, когда ты берешь чешуя, Бог говорит, это богатство отнимет у тебя жизнь. Главное условие, послушайте по всему миру, будь честным, будь святым, будь даятелем, скажи, я сеятель. С первого дня ты должен говорить, я сеятель. Каждый человек, который сеятель, он всегда пожнет. Послушайте, я буду учить вас этому, потому что, если ты посеешь, 8.22, Библия, пожалуйста, откройте, 8.22, если ты посеешь семя, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, дьявол борется. Дьявол борется. Вы не представляете, за каждое тобою посеянное семя, что бы ты ни пожал, потому что тогда Бог перестанет быть Богом, и борется он, используя свои лживые методы. И в эти дни, вы, ребята, научитесь сеять так, чтобы в каждом вашем семени был скрыт величайший урожай. Дай Богу славу! Дайте мне кто-нибудь деньги. Дайте мне какую-нибудь купюру, любую. Любую купюру, кто-нибудь, дайте. Вот, спасибо. Смотрите, вот, 50 евро. Это, не смотрите как на деньги. Смотрите как на семя. И ты сеешь это семя. И ты сеешь его правильно, в соответствии. Смотри, что происходит. Ты партнер, партнерские отношения нас начинают связывать. Помассание, которое на мне, оно начинает течь на тебя. То, что Бог открыл мне, Он начинает открывать тебе. Ты должен знать, что есть четыре почвы. Есть церкви, мертвые, туда ссень сколько хочешь и никогда ничего не будет. Остер, да ты правду говоришь? Конечно. Это просто клубы по интересам. Если там кто-то умрет, как сказал один проповедник, и приедет скорая, то скорая будет сложно найти мертвого. Потому что там все как мертвые. Понимаете меня, о чем я или нет? Теперь послушайте. Семя должно быть посеяно в добрую почву. Почва при дороге, почва на камне, почва в тернии. Люди тратят деньги, пастыра тратят деньги, еще кто-то тратит. Послушайте меня дальше. А есть добрая почва. Это почва святого. Дай Богу славу. Редактор субтитров. Теперь послушайте дальше. Я вам не рассказываю для того, чтобы вы мне дали деньги. У меня есть деньги. Я вам дать деньги хочу. Научить вас процветать. Я хочу, чтобы наш следующий саммит все вставали и говорили, у меня два дома, а у меня пять машин, а у меня здоровье. в семени, смотрите, скрыт урожай, да? А какой урожай? Сороковой псалом, откройте мне, пожалуйста. Я заканчиваю на сегодня свою первую часть. Семя. Вы все думаете, что вы пожнете деньги. Если ты, приоритетом своего сеяния, ставишь деньги, Бог берет и отрекается просто. Говорит, я не защищу. Убери это от меня, ты поклоняешься маму. Приоритетом сени должно быть царство Божье и его интересы и все остальное. А что остальное? А что остальное? Так интересно. А что же остальное? А что же остальное? 3.20 Ефесянам написано, что Бог сделает намного больше, чем вы просите или о чем помышляете, то есть мечтаете. Вот что такое, что Бог прилагает. Аллилуйя! И вот смотрите, что там пишется. Что это? Говорится, блажен, кто помышляет о бедном. А бедные друзья, это кто? Подождите. Аи повери. Прежде всего, не спасенные, больные. Сколько сегодня детей, которые больные, их мамы, плачут. Я сам ходу, спрашиваю, у меня команда, я всегда ванкацент. Я ле incонтро, спешу. Хожу в дом инвалидов. Вадо спешу в дом инвалидов. Однажды пришел в дом инвалидов. Однажды пришел в дом инвалидов. Однажды пришел в дом инвалидов. И не могу понять. Знаете, в дом инвалидов. Мы идем в коридору. А у них как сонный час, поняли? И не могу идти. Она на меня так смотрит. Я говорю, что хорошо? И вот их приводят в столовую. Я захожу, а им ставят полстакана компота. Друзья, и печенинку. Маленькую, маленькую. Я говорю, как это? Как это? Мало того, что они вообще лишены всего вообще. Они не могут ходить. Они не могут сами есть. Не могут ходить. У них нет родителей. Не могут ходить. Но у них даже нечего съесть. Она меня позвала. Раскрыла мне все книги. Смотри, в декабре принимался бюджет. Он принимался на гривне. И сразу доллар вырос в три раза. И получается на каждого ребенка по несколько гривен в день. Поняли, что вышло? Ну, короче, вы смысл уловили, о чем я говорю? В ту сторону или в ту сторону? Сам смысл. Мы с Викторией, мы взяли и начали сами кормить этих детей. Мы выделили лично сами 75 тысяч. И начали не просто отдавать эти деньги. Потому что отдавать деньги, знаете, это не могут оседать где угодно. Нет. Мы сами закупали все. И привозили. закупали и привозили. Наша команда трудилась и работала. Я вам говорю, что такое семя. Вы должны услышать. В семени скрыт урожай. Подождите. Какое урожай? Деньги? Да. Но, смотрите, блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. О! А это уже не деньги, правда? Это ты шел на дороге. Я лично видел, как женщина идет по дороге, видеокамера сняла. Скажи, на всей скорости ее сбивает Лексус. Шип Лексус на всей скорости. Зима. Она подлетает вот так вот просто там. Кажется, что все, смерть неминуема. И она сама рассказывает, говорит, а я вот так вот упала, устала, обтрусилась и пошла. А другой человек, послушайте, как у нас бывает даже на Бали, садится на скутер и собирается поехать. И у него уже тут платья новые разные ключицы стоят. И ты думаешь, братуха, надо было тебе все-таки сеять. Надо было все-таки тебе понимать, что в Севине скрыт урожай. В день бедствия избавит тебя Господь. В день бедствия избавит тебя Господь. В день бедствия избавит тебя Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вау. 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 В день бедствия избавит тебя Господь. Ты придешь к врачу, тебе скажут, о, у тебя здесь опухоль. Мы взяли здесь злокачественное. В день бедствия избавит тебя Господь. Аллилуйя. Ты придешь в следующий раз и они скажут простите, мы попутали ваши увы, ваши анализы. Вау. 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 Я слушал, вот представьте, у нее в мозгу полностью там все в опухолях, кисты, позвоночник, печень, легкие, женские органы, кости. И ее так просто приносят на служение. Я же не знаю, там десятки тысяч людей. И Бог мне показывает. Сейчас женщина исцеляется от рака. Так просто. Без всяких там от рака великого. Для Бога нет великого рака, слышите или нет? Вы слышите или нет, сестры? Для Бога нет великого рака, для Бога нет какой-то великой болезни. Представьте, на следующий день она своими ногами пошла в больницу проверяться. Ей говорят, женщина, извините, вы не та женщина. Где та женщина? Та женщина уже была практически мертвой. Ее выписали умирать еще несколько недель назад домой. А вы кто? Она говорит, это я, документы, говорит, все. И тот говорит, врач, так как это понимать? Мы вас проверили уже вдоль и поперек. Знаете что? В день бедствия избавил ее Господь. Посмотрите, что такое семя. Я научу вас процветать, друзья. но я научу вас не только процветать, я научу вас многим интересным вещам. Господь сохранит его, этого человека и сбережет ему жизнь. Когда твоей жизни будет угрожать смерть, Господь сбережет тебя. Блажен будет он на земле. не на небесах, на земле. И ты, внимание, о Боже, читайте со мной, и ты не отдашь его на волю врагов его. Воздай Богу сильную славу. И ты не отдашь его на волю врагов его. Дорогие друзья и партнеры, наше сердце переполняется благодарностью и любовью к каждому из вас. Спасибо за ваши молитвы. Мы благословляем вас и ваши семьи. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца. Этот прекрасный саммит, который стал ответом для миллионов людей, вышел благодаря вам, дорогие партнеры. Чтобы стать партнером, пишите нам или посетите наш сайт. Пусть Бог укрепляет вашу веру. Спасибо каждому, кто уже стал партнером и поддерживает финансово служение апостола Владимира и Виктории Мунтиан. Пусть Бог укрепит вас. знайте, что мы с Викторией молимся за вас каждый день. день. Спасибо за вас субтитры